Это поле, оно на орошение. Предшественник здесь был подсолнечник. После уборки внесли удобрение, 2 центра диамофоски и дисково-умрыхлителем заделали. Весной сеяли с стартерным внесением ЖКУ 1 центерный гектар. Норма высева семян была 80 тысяч. Так как предшественник подсолнечник, то присутствовал падалица подсолнечника. До всходов обработали глифосатом, фолиарный уже по вегетации, мелагра плюс. Это комбинированный препарат. В нем содержится никосульфурон и декамба. Никосульфурон позиционирует как противозлаковый компонент. Злаки убирает однолетние, однодольные сорные растения. А декамба двудольные однолетние и многолетние двудольные. Плюс еще подсолнечник падалица тоже присутствовала. Мы ее снимали. И вьюнок полевой. Раньше мы работали с месевыми препаратами. То есть никосульфурон мешали с декамбой, с дианатом. Но эффективность препаратов в одной канистре, там, с масляной дисперсией, она лучше, чем с самим смешивать. Угнетения растений не было. Препарат очень мягкий. Кукуруза после обработки не стрессовала. В задаче с препарат справился. Уничтожил все сорные растения, какие были на момент обработки. Ну и мне очень понравилось, как он сработал по вьюнку полевому. Весь засох. Даже плети были по 20-30 сантиметров. И заново он не отрастал. У нас из года в год вырожайности по кукурузе немножко разнится. Все зависит от количества осадков, какие в августе в основном выпадают. Ну от 60 до 80 сантиметров на гектар. Ну вырожайник такое собираем. Нарушение у нас в прошлом году только оно появилось, дождевание. Мы брали 110 сантиметров с гектара. Кукуруза очень чувствительна к сорнякам. Они в среду обитания заполняют ее и не дают ей нормально расти, произрастать. Полностью все зарастает и ничего мы там не сможем получить без гербицидных обработок. Я думаю, если только бороться с сорняком севоборотом и какими-то механическими обработками, ну разница, я думаю, что пополам будет. То есть, если мы эту 8 тонн получим с гектара, то это может быть 5-4. Ну и зерно будет, да, влажное. Вот, потому что, например, если уборочная влажность она там 25-27 процентов, то я думаю, где она будет расти, где механические обработки там были вместо гербицидных, то там будет влажности 35-40. Такое уже проходили, видели это все. Для кукурузы май был очень холодный. Мы ее сеяли в первой декаде мая. Были низкие температуры. Она взошла и совсем не росла. У нее был озноб, она желтая стояла. Так как она теплолюбивая культура, она остановилась в росте. Но все сорные растения, они начали, да, ее обгонять в росте. И этот холод им был не страшен. Мы сделаем на ней две обработки. Это, да, всходовый почвенный гербицид или, значит, глифосат. А потом уже делаем фолиарные обработки. Препарат свою задачу выполнил. Он снял, значит, все сорные растения на момент обработки. Он убрал из лакососорения двудольное. И многолетние сырники тоже. Так препарат понравился. Я думаю, что в дальнейшем тоже будем его покупать, применять. На данном поле у препарата Мелагра Плюс основная задача была справиться с падалью подсолнечника, с злостными сорняками, такими как щирица, ежовник. Мы находимся с краю, поэтому весь видовой состав сорняков на данном поле мы можем наблюдать. Как вы видели, заходя в междуряде данных сорняков мы не наблюдали. Если агроном работает хорошими оригинальными препаратами и подбирает от себя, под свои поля, под засоренность, под гибриды, под технологии, то у него всегда посевы чистые, хорошие, всегда получает урожай. Редактор субтитров А.Семкин